так ребята в общем сейчас позанимался короче проводкой и вот сделал лампочку резерва скажу я ее подсоединил по-другому не параллельно я ребята по ценил таким образом вот этот провод он выходит из середины то есть средний контакт средний в середине он идет на минус это провод как бы массовый когда в баке уровень опускается поплавок замыкает то есть он как бы включает массу включатель масса ну грубо говоря я пытаюсь объяснить на доступном языке как бы массовый до провод он включает массу и размыкает массу он идет вот сюда вот на доп лампочку также минус потом плюс отсюда войдет красный провод он идет вот отсюда выходит идет 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 сюда на габарит на задний габарит почему я сделал заднего габарита не с переднего или не с разъема замка зажигания объясняю разъем замок зажигания вообще трогать не хочу пусть он остается таким каким есть во-вторых также вести отсюда проводок было бы конечно легче но не хочу это лишнее будет путаница и плюс то есть пусть разъемчик остается с воском состоянии но разъемчик вот этот вот на бензобак конечно его тронул потому что просто напросто никак здесь уже видно то что идет этот коса она идет тут датчику здесь идет габаритов про тоже толстый взял красный такой наверное на полтора квадрата такой самый толстый с проводки выбрал и вот ребята сымитировал вот кинул на массу и сымитировал как будто уровень бензина упал вот включает зажигание и ребята загорается у меня индикатор таким были вообще здесь конечно на телефоне такой яркий блины не четкий вообще какая-то блин красных нифига себе как изменяет цвет на самом-то деле он горит очень четко и форму такого заправочного пистолета запрашены колоночки видно очень четко и он сейчас его подвигал он маленечко слепит сейчас я вот эту всю площадочку отодвинул налево чтобы она не слепила все сейчас все нормально чик ребят также все теперь дальний все есть поворотники все работает все ништяк но вот это вот это вот лампочка кстати так и не загорается на приборке или же она будет загораться когда будет запущен движок или она живет своей жизнью вот так вот поэтому я решила для себя делать вот это вот красный чтобы сразу было видно то что все вот как бы доп лампочка она вообще цель ее ее не просто так ставит сразу загорелась доп лампочка значит все ну вот и всего ребятки убирают проводок сейчас она уже не горит чтобы снять цепь мне понадобится снять крышку сцепления так вот ребята обгонная муфта она состоит мы видим вот сам корпус здесь не все помыли здесь было море грязи плюс я взял наждачку вот ребят такой вот трехсотый номер и вот такими движениями на себя туда на себя от себя на себя от себя всю прошелся так раза три по кругу теперь у меня вот такие вот там поверхность такая более шероховатая и такого глянца прям нету очень я прошелся также укоротил вот эту вот пружинку на 5 миллиметров час я ставлю на место здесь в принципе вот эти вот можно не вытаскивать мне все промыто и все ребятки и дальше я вот это вот поверхность тоже вот поверхность вот это вот я таким же способом наждачной бумагой бумагой сейчас я пройду и все так ребят вот сам гонка почти собранная в общем сейчас она соберется одним движением вот эта вот шестерня просто опуститься сюда и она будет собраны что я сделал я ее всю промыл она была как бы грязная очень грязная потом подшипник тоже ребят промыл как же и когда собиралась все в смазке маслица то есть есть все смазал потом вот эта вот поверхность по ней видно то что я ее сейчас наждачной бумагой вот пошоркал вот к себе и от себя вот такими движениями но никак не по кругу и вообще никак не полировать эту поверхность нельзя она должна быть вот как бы такая шероховатая она и так у нас полируется там движки так ребят ну и в принципе как говорится все смазываем и собер я так-то бы ребят мог это все пескоструить пистолет и есть такой самодельный для пескоструйки да что-то не охота сейчас заморачиваться блин включать компрессор пескоструить как бы а просто вот решил таким способом сделать может действительно вот этот способ как бы легче будет и доступ не будет каждому человеку такой способ и посмотрим и скажу то что она у меня на холодный буксовала когда вот первый раз заводишь вот так вот прям крутит как бешеный потом со второго раза все заводится как чуть прогреется все как чуть прогреется мотор все ништяк становится и все сейчас смазываю и собираем и устанавливаем обратно уже надо ставить обратно ребята как бы уже цепочка одета это шестерня у меня нормальная и просто напросто перевернул чтоб маленечко ну напруга на другую сторону шла и все принципе на это успокоитель и натяжитель башмаки короче подтянул ребятам здесь проверим усилия затяжки все нормально сейчас я ее одену и ребята дальше буду снимать корзину и менять вот эту вот втулку вот но сейчас скорее всего я ее одену выставлю грэм успокой с грэм и потом уже буду заниматься корзиной вот так вот скорее собой да и все ребятки вот такие уделишки с комбанной муфты и кстати когда будете ставить вот здесь вот имеется стопорное колечко вот не вот это вот не внешне внутренние вот нас на самой где пружины где пружина идет и вот эти вот ролики такие так называемые одеваем одеваем как будут от себя так засовывая потому что с той стороны тоже ее стопорное колечко и вы просто если так будете одевать так не оденете вот когда вот именно прорези идут на себя вот так одеваете вот эту часть внутренней обоймы и засовываете и все ребят и так ребят как одевается цепь грэм в общем вы с этой стороны все разбираете снимаете вот этот успокоитель где установит устанавливается натяжитель да вот он вот он ребят вы его вытаскиваете здесь и вот этот откручиваете вот этот вот обязательно его откручиваете и опускаете вот давайте до какого уровня чтобы вот этот выступ был это вот так вот вот такого уровня и дальше цепь сначала просовывайте цепь потом вот это вот подводите звездочку почему так потому что ребята я не знаю у меня по-другому я уже три часа парюсь и не могу одеть цепь грэм я просто блин вообще она мне наверное настолько маленькая или слишком слишком новая может быть сделанная так но она просто у меня вообще никак не лезет только так и то кое-как я вот сейчас вот я вот здесь вот подсовывал вот так вот она у меня нижняя шестерня села дальше что ребят дальше смотрим вот здесь вот выставляем метки выставляем метки здесь должно быть он там вот и x а здесь вот in сейчас посмотрим в общем то ребятки вот здесь вот in болтики вот эти вот так вот относительно друг другу 10 in 10 x берете распредвалы вот эти вот два вот так вот один человек поднимает или их или я вот сюда что-нибудь подкинул вот сейчас вот на вот таком расстоянии как можно выше получается звездочки в таком положении вот шестерня звездочки ну кто как хочет их называет вот в таком положении и только тогда ребят вы пытаетесь одеть вот на низ на нижнюю шестерню цепи тогда все получится это вот для тех кто как бы ну лично у меня вот на к вида там цепь посередине идет там вообще прямо делась сразу вообще прям без проблем просунул отдел распредвал 1 2 и вообще там прямо ну прям без проблем ну здесь конечно большой плюс то что цепь можно поменять не половине мотор очень огромный плюс я думаю я соберу у меня уже эти резинки приклеились конкретно на герметик вообще герметик очень хорошая прям склеивает вообще прям конкретно потом буду менять цепь привода масляного насоса ребят посмотрите как она у меня сейчас болтается она почти задевает вот этот шпинь как вот выступ шпоночку почти но она не задевает давайте все-таки посмотрим задевает она его или нет да ребят задевает даже уходит более чем вот этот на максимум и посмотрим как будет новая цепочка вот еще раз до половины почти дотягивать прям точно вот если вот отсюда посмотреть прям до половины у нее есть такой провис растяжение это или еще что то вот посмотрим как будет выглядеть новая цепь в общем проверил метки грм еще раз для спокойствия потом затянул болт обгонной муфты потом проверил регулировку клапанов в общем у меня получилось выпуску 030 впуск 020 ну 022 может в каких-то там 021 вот так вот плюс минус там вот не так чтобы прям ровно-ровно прям ну весь по щупу вот такой ориентироваться то прям ровно-ровно лезет 020 везде лезет так протянул короче постель крышки распредвало верней все протянул короче все ништяк так повторюсь еще раз по натяжителя натяжитель цепи грм я закрутил до упора до упора вот своим ключиком вот этим самодельным с трубочкой резиновой да больше не надо никакие там железками там воротками и переходниками ничего не надо крутить вот он он скручивается и не дает закрутить сильнее все это я его закрутил скрутил до конца провернул коленвал то есть скручу 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 он у меня свернулся я его так вот зафиксировал в скрученном состоянии провернул коленвал где-то оборотов не знаю два-три оборота смотрю у меня цепь вообще натянулась прям вообще конкретно вот так вот без вот этого верхнего успокоителя да натянулась прям конкретно потом я открутил на один оборот потом прокрутил коленвал также два-три оборота цепь уже более-менее так ну а слабо так короче нормально стало потом я еще ради интереса открутил еще на один оборот потом провернул коленвал короче и все ребята ее в общем-то цепь болтается вообще прямо слишком сильный у неё провис очень большой когда когда я открутил на два оборота потом я закрутил на пол оборота я провернул все равно провис он как бы убавился да ну все равно чуть-чуть бы надо бы еще и закрутил еще на пол оборотика и следовательно у У меня получилось вообще на один оборот открученный. И вот так я так и оставил. И все ништяк. В общем, вот так это дело я так и оставлю. Я уже здесь чуть-чуть подтянул. Блин, вот гаечку к этой подлезть, ну реально неудобно. Придется снимать пластик. Чтобы снять пластик, нужно снять дугу. Чтобы снять дугу, нужно открутить вот это вот. Потом следовательно... Короче, следовательно, ребят, очень трудно ее снимать. У меня здесь все, вообще весь модик собранный на фиксаторе. Резьбы, вот на синим, на вот таком вот, на съемном, да? Ну вот некоторые части собраны на красном. Там где вибрации вот в подрамнике. Вот здесь вот красный фиксатор. Здесь красный фиксатор. В подрамнике красный фиксатор везде. Потом на рулевой колоночке вроде красный. Нет, там синий. Там синий фиксатор. Короче, уже забыл, блин. Ну, я весь, короче, на фиксаторе. Так. Буду, короче, мучиться сейчас как-нибудь, вот, затягивать гайку на натяжитель цепи. Ставить крышку. Крышка. У меня, ребят, вот такая вот крышка ГРМ, да? Клапанная крышка, вернее, уже путаюсь, блин. Вот здесь вы, как помните, у меня запрессованные шарики. Потом они залиты гермитосом. И, ребят, вот здесь вот они у меня с внутренней стороны пролиты эпоксидкой. Уж пролиты давным-давно, уж месяц как назад, наверное, а то и меньше, а то и больше, вернее, пролиты эпоксидкой. То есть, ничего вообще не случится, ничего не будет. То есть, вот эти вот выхлопные газы, которые идут во впуск, они по-любому идут во впуск. Что бы там ни писали, что бы там ни доказывали, что бы там ни спорили. Канал вот этот, вот эти вот, они находятся прям сверху, выпускных клапанов прям сверху. И скорость выхлопных газов такая сильная, то что, в первую очередь, вот это вот направление идет именно вот сюда, вот. Именно вот сюда, вот. И, соответственно, она идет во впуск. Если у вас, тем более, установлены экзап. Экзап это, короче, на выхлопе, да, на колене, на выхлопном. Такая вот заслоночка, вот так вот она перекрывает. Там, до скольки-то тысячи оборотов она так закрытая, там, потом чуть побольше открывается. Ну, короче, вот так вот она работает. Соответственно, у нас здесь подпор, то есть, выхлоп, подпор выхлопа. И давление увеличивается. И, соответственно, сюда идет еще больше давления, вот этого выхлопных газов. То, что нам не нужно. И вообще скорость априори выхлопных газов выше, чем, что там писали-то. Эта система создана для догорания, короче, для догорания выхлопных газов. Когда, типа, вы едете, короче, встречный поток воздуха входит во впуск. Впускной вот воздухозаборник вот этот вот впускной он входит. Тут открывается вот этот вот электромагнитный клапан такой. Типа, вот этот, типа, вот это давление, оно превышает, прикиньте, превышает давление выхлопных газов, которые прям... Вот этот вот канал, вот эти вот все они идут над клапанами. Такого просто вообще не может быть, что за бред, блин. Вот. Пролиты дросселя, видим черное здесь. Пролиты специальной такой жидкостью, которая не разъедает бензин. Вот уже сколько дней, не несколько дней, блин. Просто, блин, на ютубе увидел там одного чувака, типа, говорит, черненькое увидел, типа, говорит, о, сколько тут грязи, нифига себе. Там реально он не шарит, это специальное напыление вообще. И типа там чистил. Я так чуть проверил здесь, посмотрю, ну, отлетает, реально не грязь, а чисто это специальное напыление. Ой, ребятки, что-то уже почти 7 минут записи, все, короче, буду ставить. Так, ребята, в общем, надеялся, что то, что поставлю крышку, ну, так, хотя бы минут за 5, да. В итоге промучился час, короче, она сюда нихера не лезет, час, пацаны, промучился. Потом отсоединил тросик отсюда, она нихрена не лезет. Потом вообще снял тросик и убрал, она нихрена не лезет. Это уже полтора часа я промучился. Потом вот таким вот ключиком, ключик обточил, сделал максимально тоненький его, вот, ключик на 8. Вот здесь вот, вот эти вот манифолды, да, кое-как подлез, вот отсюда вот. И вот крутил по миллиметру, прям откручивал, просто нереально подлез до вот этих болтиков. Сейчас. Сейчас я что сделал, я взял, короче, лезвие, срезал вот эту вот шляпу, ребята, это реальная вот шляпа, смотрите. Потому что они, хомуты не проворачиваются, потому что здесь есть отверстие, и вот здесь на манифольде есть вот такой вот пупырышек, да, так его назовем, прыщик, ёпта. И я их сейчас срезаю, знаете, для чего? Потому что если бы они реально бы сделали конструкцию бы попроще, реально вот крышку сантиметр, вот, на сантиметр больше, и она бы села вообще прям без проблем. Снял, потом выкрутил вот это вот, короче, успокоитель, да, ни хрена не лезет, упирайся сюда и все. Сейчас, короче, срезаю вот эти вот направляющие вот эти вот на манифолдах, и, ребята, разверну хомуты и сделаю по-нормальному. Потому что, не, ну, если бы они реально бы продумали, да, вот, как бы, японцы, они, конечно, молодцы, это понятно, то, что у них задумка такая, чтобы ремонт был только в сервисе, да, таких на мотоциклах. И вот реально вот это вот, смотрите, как может повлиять вот хомут положение здесь, 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 здесь на затяжку манифолда, на затяжку манифолда. Ребят, вот смотрите, как может повлиять вместо положения хомута, допустим, он здесь и здесь. Как он может повлиять на затяжку самой манифолда? да никак, просто вот так, при таком положении, мне гораздо будет проще отсюда отверткой его закрутить вообще, а вот эти все 4 хомутика ребят, я ослаблял час времени вот таким вот ключиком, да, еще раз я вам показываю его, блин, жесть по миллиметру вот откручиваю просто пока нормально не выкрутишь их, они не снимутся ой, ребята, столько как говорится, знаете таких просчетов, да, просчеты вот такие вот есть, да, и сейчас же мне будет удобно подлезть, затянуть вот гайку на натяжителе греем то, блин, оттуда вообще нереально подлезть это надо пластик снимать, это надо снимать дуги чтобы снять пластик время 2 часа ночи я, короче, делаю, я походу буду делать до утра, пока не успокоюсь все, ребятки вы меня поняли, да с каким я вот подходом делаю вот берется ножичек срезаю и делаю так, как мне удобно на будущее просто если, чтобы реально снять крышку, да там она будет это просто реально подзапаришься здесь до хрена вот этих вот таких вот мелочей ну, как бы они, конечно ну, они продуманные но только вот для в пользу того, чтобы мотики обслуживались специальным инструментом, да и специальных, как говорится, условиях но никак не в российских, не в гаражных и не с нашими мозгами, грубо говоря, да японцев-то все по-другому, конечно у них инструменты там механические полуавтоматические я, вернее, имею в виду блин, просто очень, короче, как-то так не, ну это просто блять, трэш, пацаны просто реальный пиздец доступа до херища а крышка сюда вообще не лезет как вообще, блять ну, я хер его знает я уже не пойму что вообще делать-то вообще радиатор снимать, что ли, блять снимать пластик, дуги снимать радиатор сливать антифриз и только потом, что ли, ставить крышку это реально для меня что-то это какая-то, блять реальная проблема, блять обычно все легко даже вот на каве, блять легко, раз и снимается крышка ГРМ без проблем ну, вернее, клапанная крышка без проблем снимается, да а здесь, ну, как, блять вот место-то, вот вообще вагон еще, вагон а она не лезет, блять ни хера вот упирается вот сюда вот, и все, в раму и не лезет и главное полсантиметра надо чтобы она пролезла туда а она ни хера не лезет что, блять, опускать движок, что ли, вниз я хуево знаю, блять как делать ой, ребята что-то, блять заебался я, нахуй уже время три часа ночи, блять а я не могу поставить крышку ГРМ реально, блять или я туплю по жесткому или что-то здесь какая-то такая, блять особая нужна какая-то инструкция есть по установке клапанной крышки я хуево знаю я говорю, пацаны не знаю, блять реально, блять что, обидно сколько видео на ютубе есть ни один, блять, не скажет как снимать крышку клапанную ни один вот сколько пересмотрел и ни один не говорит, блять ни один не говорит что они, блять ебанули, что ли, блять сказали бы как снимать, нахуй эту клапанную крышку и ставить как удобно, блять он про кау и то видосов дохера там пацаны ну объясняет вот поверните ее так, так а про этот мотоцикл вообще нет инфы вообще нет инфы там, блять какие-то аборигены покажут что-то там и все и нет вообще блять объяснения ноль, ебану ноль объяснения вы хоть видосики снимайте вы, блять объясняйте нормально чтобы людям было понятно вообще а не так вот, блять по ебаному, блять да пиздец что меня, блять кантануло это реально, блять что крышку не могу, блять поставить пиздец три часа как можно три часа ебаться с клапанной крышкой необъяснимая задача блять что-то пиздец хуя узнает реально, блять просто такие вещи делал, блять а тут клапанная крышка какая-то ну это, блять ой, бля ебану, ворот нахуй